Спикер Госдумы Вячеслав Володин снова работает в регионе. Визит федерального политика начался с заводского района, со стадиона «Волга». Решение о его реконструкции принято давно. Деньги на проведение работ нашли. Вот только завершить все задуманное в этом году уже не удастся. Критикую мэра. Конкурс сорвали. Финансирование должны были получить, не получили. Почему? Вот почему? Проекты не проектованы. Расследуй. Почему? Не делали проекты до этого года. Ну а как? А конкурс почему сорвали? Это подрядчики, если вы учите. Мы не готовы к новому закону. Первое и второе площадки с 1 июля, неделю, на которых разыгрываются в городе, 6 дней были сбои. Произошел вот этот нахлест и потеряли на повторную процедуру порядка 8 дней. Проблема не подрядчик, проблема нас. Нас, вас и вам не. Мы контроль утратили. Никитина здесь сосредоточилась на Ленинском районе. Надо сюда было. А мэр посчитал, что все сделают подчиненные. Дисциплина и ответственность. Берите своих замов, берите помок и сюда на стройку отрабатывают. В субботу, воскресенье. Так и сделаем. Так и делайте. Потому что деньги профокали, конкурс сорвали. Мы в этом году с вами дополнительно получили средства и закрыли бы все эти работы. Закончили бы их. Пишаевич, у нас вот все по части первому этапу плоскостных. Мы все закончим до дождей, до минусовых температур. У нас непростая ситуация по второму по этому корпусу. Мы с вами были в прошлый раз, смотрели. И там, конечно, технические решения по усилению их инструктивы и так далее. У нас вот сейчас мэтибрировались в проекте. Давайте договоримся, что вы подготовите хорошую проектную документацию, предложение проектное и самое главное. Обсудите с представителями спортивного сообщества, потому что вот та часть внутренняя, она особенно для тренировок необходима. И предложите то решение, которое будем реализовывать. Моя задача – найти финансирование. Сейчас неясна судьба единственной трибуны на объекте. Внутри беговые дорожки, где занимаются легкоатлеты. Муниципалитет выступает за реставрацию. Местные активисты хотят видеть на ее месте современный комплекс. Мы, когда начали заниматься техническими решениями, то, в принципе, сохранить вот эту трибуну в том виде, и в том площадке, на которой она располагается, это реально, все это технически проработано. Что касается вот здесь ее сделать или там ее сделать, это мнение тех федераций, которые здесь занимаются. Они базовые – легкоатлетическая и футбольная школы. Что касается вот этого стадиона, который сейчас перед нами, здесь не будет никакого, скажем так, искусственного подхода, как на стадионе «Авангард», который на самом деле нельзя заливать и делать естественный каток. Здесь остается поле, как оно и есть, с настоящим газоном, но не с теми технологиями дренажными, которые на стадионе «Авангард». Здесь будет работать этот стадион круглогодичный, зимой здесь будет каток. Как обеспечить или убрать доступ, чтобы коньками портить или то покрытие, мы уже со всеми проговорили, мы понимаем, как мы к этому подойдем, и это не будет никаким препятствием или порчей. У нас нету зимнего лихоатлетического манеза в области, вообще нет. Тот манез, который рядом с «Кристаллом», там больше ярмарки на нем проводят, чем соревнования. А все покрытие, там вот бугры, то есть травм сплошные. Нельзя ли как-то решить, торпеды хотя бы поставить, там огромную территорию? Или вот где снесли спорткомплекс торпеды? Смотри, о чем мы говорим? Сегодня здесь город начал работы по реконструкции, восстановлению стадиона «Волга». На первый этап средства найдено. На второй этап мы найдем средства, сейчас будет идти проектирование, и в рамках того решения, которое будет принято, мы найдем средства. И, надеюсь, летом следующего года стадион примет уже всех желающих заняться спортом, вести здоровый образ жизни. Мы говорили о «Спартаке», мы говорим о торпеде. Коллеги, дорогие мои товарищи и друзья, возьмите, предложите проектное решение то, которое всего лучше подходит и больше всего необходимо горожанам, и те, кто занимается спортом и хочет вести здоровый образ жизни. Конечно, эти решения должны быть современными. А зачем латать тогда вот эту трибуну? Вот о чем речь, слушайте. Зачем ее латать? Мы ее можем с вами ломать. Мы можем поставить здесь манеж. У них пока размышления, они с общественностью разговаривают. Поэтому вы вот сейчас говорите, может быть, мэр и примет другое решение. Речь о чем идет? Давайте мы с вами перед собой ставим те задачи, решая которых мы будем двигаться по пути развития, двигаться. А если мы с вами возьмем, вернемся 50 лет назад, воссоздав то, что тогда было прогрессом, движением, а сейчас это будет реставрация старого стадиона, нас вернет это в прошлое, а не в будущее, перенесет. Поэтому вот какое решение вы здесь примете, я поддержу и найду средства для того, чтобы мы имели здесь современное спортивное сооружение. Потому что вот тут гаражи, тоже вопрос возникает, нужны они или нет. Тоже вопрос. Почему? Потому что, может быть, здесь лучше что-то другое разместить. Для этого надо, чтобы были профессионалы, для этого надо, чтобы были эксперты, и нам необходимо смотреть лучшие практики, лучшие. Существенное обновление требуется и в 84-й школе. Учебное заведение находится в плачевном состоянии. Речь идет о капитальном ремонте. Сколько у нас ребятишек хочется здесь? 1148 детей. Мы обучаемся в одну смену. Умещаемся. У нас чехол позволяет, 45 кабинетов. Здесь у нас проблема, так как это здание 54-го года постройки, соответственно, здесь ни разу не проводится капитальный ремонт. Вот в этом году выделены средства на ремонт кровли, которая после зимы существенно пострадала, соответственно, и здание немножко пострадало. И также ремонтируется кровля здания, которые 91-го года постройки. Давайте мы походу обойдем, посмотрим, где дворовая территория и возможность привязать спортивную площадку, а затем вы сформулируете задачу. Как вот мы здесь видим задачу для этой школы? Задачу по ремонту. У нас этот ремонт, он текущий, капитальный ремонт. Это реконструкция. Было бы хорошо, если бы вы свое видение высказали. Какие задачи могли сделать? Мы, как родители учеников, хотим, конечно, чтобы наша школа прибрала современный вид, крепкий, надежный, но и современный вид. То есть помимо конструкции несущих, крыши и прочего, чтобы наполнение школы стало современным. Давайте обойдем тогда и посмотрим. Территория рядом со школой освобождается от расселенных домов. Здание сносят, родители школьников и местные жители просят не застраивать пустующие участки. Когда есть возможность парк разместить, игровые сооружения поставить, создать комфорт для жителей, строить никаких ни торговых центров, ни дома строить, ни в таких вот местах, потому что это неправильно будет. Вы, во-первых, перегружаете социалку, с другой стороны, делаете просто невозможным наличие комфорта для жителей, они не смогут выйти и отдохнуть. Это вот как в Яршанке. Здесь получше спортивное ядро, детский садик, школа. Ну вот давайте здесь, шефство, берите над этим. В школу решено вдохнуть новую жизнь. На втором этапе учебное заведение обзаведется бассейном, далее в планах – ледовый комплекс. Если в 84-й школе спортивные объекты только в планах, в 59-й в Комсомольском поселке обустройство спортплощадки завершается. Есть замечания по строительству? Нет, нет. Дождь? Мы два часа наблюдаем, вроде все порядок. А вы наблюдаете откуда? По-нашему. Мы стояли, все смотрели, спрашивали. После дождя прошел, специально посмотрел, вот такое вот размывание. Ну, чтобы вы знали. Так. А исправили это все? Ну, сейчас вроде бы да, закатали там все. Нас вообще вообще очень волнует вопрос ливневки. Здесь, да? Ну, пойдемте посмотрим чуть-чуть. Как это будет устроено, куда будет уходить вода, талая весной. Спортплощадка в школе в Комсомольском будет готова к 15 августа. До начала учебного года муниципалитет обещает завершить работы по устройству дренажа. Спасибо. Спасибо.